здарова народ добро пожаловать на канал миглук макфлай канун нового года я решил сделать какой нибудь новогодний контент ввиду того что канал у меня немножко исторический немножко познавательный и думал 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 решил показать вам свои елочные игрушки ну как это не мои елочные игрушки этой игрушки которые есть на данный момент у меня дома это игрушки из советского союза сейчас у меня пару коробок передо мной часть игрушка висит на елке ну а часть игрушек у меня находится в деревне в доме за ним я сегодня поеду любом случае все самое интересное у меня здесь давайте покажу так начнем с содержимого вот этой коробки на самом деле есть миф о том что елочные игрушки стоят но очень дорого советские стеклянные на самом деле нет на самом деле цены примерно такие что фигурки людей стоит где-то 500 600 ну может быть 1000 рублей в зависимости от редкости и состояния вот дальше фигурки животных чуть дешевле ну и всякие шарики фонарики еще дешевле то есть животные стоит там 300 400 рублей а шарики фонарики 100 и может быть даже меньше так у меня из начнем с дорогого начнем с людей есть вот такой дедушка мороз на это я думаю что 50 60 скорее всего можете меня поправлять друзья вот такая вот девочка с огурцом и и называю дальше вот такой дед мороз на прищепочки есть еще один такой же сейчас на елке у меня находится вот так же из людей вот такой казак наверное наверное казак вот в этой коробке такой вот клоун есть уже старенький видите есть платине а вот он еще один дед мороз вот они два дедушки мороза моих на прищепку вот такие красавцы в 1 видите желтая головка было 2 красная шапочка так дальше я вот эту игрушку тоже отношу к фигуркам людей на этого не такая старая это на самом деле я думаю где-то 70 80 если была такая игрушка друзья пишите в комментариях дальше это было фигурки людей еще раз покажу быстренько может кто-то узнает свою детскую игрушку дальше переходим к фигуркам животных что из того что есть у меня сейчас это вот такая вот сова большая голова уход 2 совы тоже разного цвета и самое классное это из фигурок животных это такой мишка мишка в трусах мишка на гармошке меня был таких два и в том году представляете один разбился вообще так жалко было просто невероятно тоже где-нибудь ну судя по пластику наверное 60-е годы может есть еще железные прищепки как у вот этого деда мороза эти железные прищепка здесь пораньше так дальше шарики фонарики вот такая вот шишка есть из интересного из того что есть у меня сейчас здесь коробках могу показать еще вот такие вот шарики вот я думаю что это тоже 70 80 года у меня там в отражении видно видно что я снимаю на балконе вот мне очень нравится детства такие игрушки в которых внутри есть мишура этот конечно потерял цвет в любом случае выглядит классно вот вот из всего того что у меня сейчас здесь есть единственно моя игрушка из моего детства из 80-х это вот этот шарик его я люблю больше всего он совсем маленький но из-за того что он маленький он крепкий и не раскололся за все эти годы дальше в этой коробке есть еще вот такие шары вот опять же вот про что я и говорил игрушки с мишурой внутри они по мне так в детстве вы бы выглядели самыми волшебными самыми красивыми такие шарики есть это эти за нового комплекта такой вот еще шарик тоже 80 и пойдемте покажу что у меня есть на елке совсем забыл показателем вот такую маленькую штучку она длиной всего лишь три сантиметра и я до сих пор не знает а девочка севера в шапочке или может быть это космонавтик если космонавтик той 60-х если девочка то может быть даже из сороковых такая крошка приятная и из того что у меня есть на елке можно отметить вот такие три классных огромных шара я здесь тоже обожал этот прям вот по моему 87 год еще вот такой большой шар и вот такой тоже огромный шарик также ретро игрушки на елке у меня такая вот шишка подобного рода шишка тоже советского союза набор вот таких фиолетовых по елке несколько штук их разбросаны не вот такая вот штучка такая у меня ретро елка в этом году и такие у меня игрушки вот такое видео у меня получилось показал я вам свои новогодние советские игрушки заканчивается 2021 год и наверное сейчас хотелось бы обратиться к моим подписчикам моим зрителям спасибо что вы у меня есть спасибо что читаете спасибо что смотрите оставляйте комментарии ставите лайки очень приятно все читаю на все стараюсь отвечать меня зовут олег радивилов в сети не клуха макфлай всего вам самого хорошего в наступающем году счастья здоровья чем увидимся 2022 пока пока субтитры сделал DimaTorzok я